Дворы и общественные территории. Губернатор посетил объекты благоустройства в Ангарске. Не откладывать на потом. Медики призывают вакцинироваться от ковид и гриппа до начала всплеска заболеваемости. Библиотека «Центр возможностей» в Ангарске реализует проект «Активное долголетие». А теперь обо всем подробнее. Безопасность и правопорядок будут обеспечены в школах при Ангаре 1 сентября и в единый день голосования. Об этом стало известно в ходе заседания Координационного совета, который провел глава региона Игорь Кобзев. В День знаний за парты сядут более 340 тысяч учеников, из них почти 40 тысяч первоклассники. Не позднее, 26 августа, во всех муниципальных образованиях должны быть разработаны и направлены в органы полиции графики проведения торжественных линеек в День знаний 1 сентября, для того, чтобы органами полиции, соответственно, были даны указания госавтоинспекции, как это, собственно, проходит ежегодно для регулирования подъездных, так скажем, путей к образовательным организациям и регулирования, в том числе парковочных стоянок возле образовательных учреждений, а также соблюдения общественного порядка. Единый день голосования пройдет в субботу, 11 сентября. Школам, где располагаются участковые избирательные участки, рекомендовано организовать для детей Дни здоровья. Со второй половины понедельника работа образовательных организаций должна возобновиться в штатном режиме. Перед этим в зданиях проведут дезинфекцию и генеральную уборку. Прививки от COVID-19 гриппа можно поставить одновременно. Об этом заявила начальник эпидемиологического отдела Министерства здравоохранения при Ангаре Татьяна Гаврилова. Она отметила, что вопрос одномоментной иммунизации поднимался еще в прошлом году. Именно тогда специалисты применили практику совместной постановки прививок. На это есть разрешительные документы уровня Министерства здравоохранения Российской Федерации. У нас есть практика проведения подобной иммунизации. Поэтому на сегодняшний день совмещение вот этих двух прививок, оно не противопоказано. Можно планировать. Но в любом случае, то есть показания и противопоказания перед постановкой прививки определяет непосредственно доктор, который проводит осмотр перед иммунизацией. Специалисты утверждают, что своевременная иммунизация позволит подготовиться к подъему заболеваемости, который ожидается этой осенью. Прививка способствует увеличению количества антител, которые защищают человека от вируса. Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что вакцин от коронавирусной инфекции в Приангаре достаточно. Работа по благоустройству дворов и общественных территорий в Ангарском округе близится к завершению в рамках программы формирования комфортной городской среды. Ремонт проводят в 13 дворах и на трех общественных территориях. Некоторые из них посетил губернатор Игорь Кобзев. Подробности в материале моих коллег. В Ангарском округе большая часть работ по благоустройству, запланированных на лето, уже завершена. Этот сквер в ближайшее время также приобретет вторую жизнь. Проектом предусмотрен монтаж уличного освещения, установка скамеек и ограждений. Губернатор Игорь Кобзев, который посетил объект накануне, поручил предусмотреть вольер для выгула собак. В этом году город получил субсидию на восстановление рекреационных зон. Ее сумма превысила 120 миллионов рублей. За последние пять лет в Ангарске реализовано более 100 проектов по благоустройству. Ну и дальше мы обсудили в том числе будущее, 23-24 год. Уверен, что депутаты заинтересованы в этом вопросе. Поэтому мы профинансировали Ангарск на нашей июньской сессии. Мы добавили или выровняли те затраты, которые понес муниципалитет. Ну а дальше будем смотреть и в том числе экономическую нашу составляющую. Пока мы не видим, я уже говорил, что взятое обязательство в этом году область исполнит. Также Игорь Кубзев оценил темп выполнения дорожных работ. В рамках национального проекта в округе ремонтируют 11 километров полотна. На эти цели городу выделено более 300 миллионов рублей. А в следующем году бюджет на дорожное строительство в Ангарске превысит полмиллиона рублей. Помимо денег на замену асфальтового покрытия предусмотрены траты на ремонт путепровода в поселке Мегет. Также в ходе поездки обсуждались и более масштабные проекты. С Игорь Ивановичем обсудили очень серьезные и важные для территории вопросы. Такие, как строительство водозабора, вопросы, связанные с экспертированием проекта. Очень серьезные вопросы. Это самый крупный инфраструктурно-инженерный проект в городе. Как только проект пройдет все необходимые согласования, город может подать заявку на получение федерального софинансирования. Поддержка из государственного бюджета позволит обеспечить город чистой питьевой водой с китайского месторождения. Андрей Иванов, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время. Далее о происшествиях. В Боиндаевском районе участковый задержал браконьеров. Они ехали по проселочной дороге на внедорожнике повышенной проходимости. На автомобиль обратил внимание майор полиции Руслан Хиньгеев, сообщает Главное управление МВД по региону. Внутри находились двое мужчин. При них пара охотничьих карабинов и пакеты с мясом. Прибывшие на место следственной оперативной группе они пояснили, что оружие вне охотничьего сезона в багажнике лежит просто так, а разделанную тушу лося нашли на дороге. Получается, мы когда ехали с лесу, мясо мы нашли, хотели везти, сдать. Ну и там участковый остановил нас, и все, и отсюда вся эта пришла каникель. Как сообщают в полиции, у мужчин уже проведено обыски, изъято 9 единиц оружия и боеприпасов. Решается вопрос о привлечении охотников к ответственности. В Усть-Илимске подростки угнали у директора школы «Жигули». О пропаже припаркованного возле дома автомобиля педагог заявил в полицию. Вскоре угнанную «Ладу» заметили сотрудники ГИБДД. Полицейские пытались остановить автомобиль, но школьник, находившись за рулем, лишь прибавил скорость. Завязалась погоня, в ходе которой гореугонщики не справились с управлением и перевернулись. Мальчишки 16 и 17 лет не пострадали. В отношении их родителей составили административные протоколы. Не исключено, что подросткам придется отвечать по уголовной статье. Отдых на отечественных курортах в бархатном сезоне подорожал в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство «Регном» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Но для героев нашего следующего материала рост цен на курорты не беда. Все самое необходимое – спальные места, походный гардероб и даже небольшую кухню они возят с собой. Семейная пара из Ангарска оборудовала в прицепе передвижной дом, который увидел Александр Бычков. Нашу съемочную группу супруги Карташовы встречают посреди автотрассы неподалеку от реки Китой. Гостям предлагают по чашке горячего кофе. Приготовить его прямо здесь для них не проблема. Газовую плиту они возят с собой в прицепе, точнее в кемпере. Именно так принято называть передвижное жилье. На небольшом пространстве инженеру удалось разместить максимум бытовых удобств. Здесь можно заряжать гаджеты. Мне муж сделал для фена. У меня здесь аптечка, атоми, книги, которые мы любим читать. Создатель передвижного дома Алексей Карташов. По образованию слесарь-машинист. Рассказывает, что просто устали от походов с палатками и решили обзавестись кемпером. Ознакомившись с предложением, Алексей понял, что сможет собрать такой своими силами. Соорудил каркас, стены, друзья помогли с проводкой. Электроэнергию обеспечивает солнечная панель. Солнце дает ему жизнь. А когда нету жизни солнышка, есть аккумуляторы, которые ночь, в принципе, выдерживают нагрузку, которая... Ночь уже все равно человек спит. Там процентов 20-30, освещения ему хватает внутри, снаружи, на кухне, для насосов и прочее, прочее. А утром, как только встает солнышко, соответственно, солнечные панели, управление солнечной панелью берет на себя заряд аккумулятора и всю автономию. Передвижной дом Карташовых проехал уже несколько тысяч километров. Супруги испытывают его на разных расстояниях, в разной проходимости и при разных температурах. На отдых выезжали и в зимнее время. Утепленные стены могут поддерживать комнатную температуру при минус 15 за бортом. На природе, в дикой природе, мы можем ехать, ехать и остановиться, где нам вздумается, и остаться ночевать. То есть мы вышли, открыли кухню, я приготовила быстро какой-то завтрак, либо ужин, либо обед. Мы покушали и легли спать. А завтра уже на следующий день мы уже понимаем, куда нам дальше ехать, где мы можем еще какое-то место. Либо дождь застал где-то в дороге, или ночь застала. В разгар туристического сезона Карташовы вряд ли станут отсиживаться в квартире. В планах, как минимум, поездка на Байкал. К тому же, как рассказывает Алексей, уже есть задумки для еще одного проекта. В свой следующий кемпер путешественники намерены войти уже в полный рост. Александр Бычков, Олег Левченко, Местное время. С дна Байкала поднялись 100-килограммовую сеть. Это сделали участники научной экспедиции «Глубина ответственности». Уже в течение 8 лет дайверы очищают дно священного озера от полимерных ловушек. В этот раз работы проходили в районы местности Черная Пать. Как отметили активисты, поднятая на берег сеть была обнаружена давно. Но чтобы поднять ее, требовалась серьезная подготовка. Сложная конструкция, вес и размеры потребовали от команды из шести человек немалых усилий. В мокром состоянии она весила несколько центнеров. При ангаре речная рыба заражена. Такой вывод сделали инспекторы Россельхознадзором. Специалисты выявили у некоторых видов рыб, среди которых окунь и ерш – опасных паразитов. Жители региона призывают по возможности не употреблять такую рыбу без предварительной термической обработки. Продолжаем выпуск. Библиотеки стали центром возможностей для пенсионеров. Ангарская централизованная библиотечная система реализует проект «Активное долголетие». В его рамках действует несколько практик, чтобы помочь старшему поколению сохранить физическое и ментальное здоровье. Подробнее расскажет Кристина Пермякова. Спортивные занятия, уроки правовой и финансовой грамотности, творческие гостиные. На базе библиотеки проводятся различные мероприятия. Их главная цель – привлечь к активной жизни людей преклонного возраста. С пенсионерами работают психологи, юристы и медицинские работники. Они оказывают участникам проекта безвозмездную помощь и бесплатные консультации. Практика реализуется на базе централизованной библиотечной системы Ангарского городского округа. «Пожилое поколение – это не абуза, а наше достояние, потому что у них колоссальный жизненный опыт. И этот опыт очень позитивный. Учиться, перенимать его, этот опыт, для Ангарска очень полезно». Сотрудники библиотеки и волонтеры проекта помогают старшему поколению в решении бытовых вопросов. Найти помощника по дому или по доставке продуктов, помочь сиделкой, отремонтировать телефон или компьютер. Центр активного долголетия в этих случаях выполняет роль связующего звена. Постоянными гостями в центре стали участники клуба для пенсионеров «Палитра». «Мы в три часа собираемся каждую среду. И еще нам читальный зал дал вторник. Мы тоже по вторникам, что не успеваем выложить, мы обязательно выложим. Мое кредо – это победить одиночество». На сегодняшний день Ангарской библиотеки – это не только место, где можно прочесть любимую книгу. Многофункциональный центр активного долголетия стал частью большого проекта «Библиотека для власти, общества и личности». А по итогам всероссийского отбора лучших практик в рамках федеральной программы «Старшее поколение» Ангарский многофункциональный центр активного долголетия вошел в число победителей. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Она побывала почти в 50 городах страны и не собирается на этом останавливаться. Участница масштабного цели проекта «Россия глазами ангарчан» постоянно путешествует. Будь то рабочей командировки или семейный отдых, Людмила Чурилова всегда находит время для познавательных экскурсий и изучения местности. Людмила Чурилова уже более 10 лет руководит крупной компанией, поэтому рабочей командировки для нее привычное дело. В копилке впечатлений 48 российских городов. Есть среди них тот, в который она готова возвращаться раз за разом. Это Казань. Для Людмилы он город детства. В кругу родных она проводила летние каникулы. И третья столица России, как по праву называют Казань, навсегда в сердце ангарчанки. «Я видела, как он преображался, как он праздновал свое тысячелетие, как проводились различные спортивные мероприятия. Ну, насколько он дает сейчас развитие другим людям, это тоже очень интересно. По-своему, каждый город уникальный. Каждый рассказывает какую-то сторону истории России. Может быть, не всегда лицеприятную, но тем не менее, это наша история. А какие-то, наоборот, показывают, насколько вдохновляют подвиги людей. Это прям вот запоминающиеся такие моменты, когда ты знаешь, как рождались города, как они строились, и через какие подвиги это проходило». «Хотели отправиться с семьей в Калининград, а уехали во Владивосток», – смеется Людмила. «Очень часто приходится подстраиваться под обстоятельства. Но это нисколько не расстроило ангарчан. Более того, Владик пришелся им по душе, и теперь они считают его городом контрастов». «Здесь интересно сочетание европейской культуры, американской и китайской. То есть, так как, в принципе, в этом городе, в первую очередь, началась предпринимательская деятельность с европейцев. А потом уже, ну, китайцы, европейцы даже, вот так скажем. При этом он показывает, насколько наша российская мощь сильна в обороне. Потому что там огромное количество фортов различных, батарей, то есть, ну, очень больших сооружений, которые полазили, посмотрели и оценили». Путешествие начинается не с дороги, а с приготовления к нему. В поездку, помимо теплых вещей и удобной обуви, разумно взять с собой нескоропортящиеся продукты. Широкий ассортимент вкусных вторых блюд, колбасных изделий, копченостей представляет сеть фирменных магазинов ангарского мясокомбината. Компания – спонсор проекта «Россия глазами ангарчан». «Ангарский мясокомбинат» поддерживает проект «Путешествие по всей России», потому что в нашем магазине, нашего ангарского мясокомбината, можно купить все, что вам пригодится в путешествии. В поход, в поездку. Все свежее, всегда все есть, качественное. Остается две недели до окончания приема заявок на участие в проекте. Для этого необходимо выложить минутный ролик на своей странице в соцсетях и прикрепить чек об услугах или товаре спонсоров конкурса. Поставить хэштег «Россия глазами ангарчан» в одно слово. Совсем скоро стартует этап голосования. Победитель отправится в недельное путешествие на Байкал. Комфортный номер, трехразовое питание и незабываемый отдых в загородном отеле «Наратей» ждет вас. Мария Константинова, Олег Левченко, Роман Буйнов. Местное время. Эфир нашего канала продолжит очередная серия рубрики «Здравствуй, мама». Ее главная цель – помочь детям найти семью. Они по разным причинам попадают в социальные учреждения. Сегодня мы познакомимся с солнечной девочкой Маргаритой. Ей всего три года, но она легко находит контакт со взрослыми и с верстниками, любит играть в куклы и проявляет особую заботу к малышам. Где моя мама? Татарам отойдет. Ставаться, мама! Здравствуйте! Меня зовут Ольга Борисовна. Я дефектолог. Сегодня я хочу вас познакомить с нашей Риточкой. Рита – настоящий солнечный ребенок. Рита сама кушает. У нее очень хороший аппетит. Рите только что исполнилось три годика. Рита у нас находится где-то с самого почти что рождения. Рита очень общительная, любознательная. Рита – доброжелательная девочка. И ко всем детям и взрослым она очень дружелюбна. Риту интересует все вокруг. Все предметы, которые она находит, новые игрушки, очень любит рассматривать и обследовать. Особенно Рита любит играть с куклами. В кукольном уголке она любит качать, кормить, поить куколку, заворачивать, пеленать, прямо как настоящая мама. Рита – замечательный солнечный ребенок. Мы очень бы хотели, чтобы она попала в хорошую семью, к хорошим маме и папе. Если вы хотите больше узнать о маленькой Рите или помочь другим ребятам обрести семью, обращайтесь в Межрайонное управление Министерства социального развития, опеки и попечительства в Ангарске. А теперь о спорте. Все российские соревнования по большому теннису для игроков до 17 лет пройдут в Иркутской области в конце августа. Мероприятие такого уровня в регионе состоится впервые и станет толчком в развитии теннисной истории области. Для участия в Кубке Байкала заявились юноши и девушки из Москвы, Уфы, Омска, Красноярска, Новосибирска и других городов России. Для спортсменов подготовлены качественные грунтовые корты сопровождать турнир будут квалифицированные судьи. Соревнования стартуют 22 числа. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все актуальные и важные новости доступны на нашем сайте актеств.ру, а также в аккаунтах телеканала и социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на Актесе. Продолжение следует...